20-й раз на Щелковской земле, но впервые в статусе областного. Фестиваль-конкурс «Театральная весна-2019» по традиции открывается ярким представлением. Артисты Щелковского драматического театра подготовили инсценировку, открытие. Таким образом дан старт почти трехдневному марафону. Состоять он будет из показов, мастер-классов, отрывков, спектаклей, прозы, стихов и многого другого, что входит в актерский репертуар. Выход на сцену, волнение – все это снова и снова испытывают артисты. Не менее волнительно шла и подготовка к юбилейному фестивалю. Конечно же мы очень благодарны Министерству культуры Московской области за то, что они оценили наш вклад в развитие театрального искусства на территории Подмосковья и доверили проведение этого фестиваля. Безусловно, коллегам, которые уже не в первый раз являются членами жюри нашего фестиваля, и хотел бы сказать, что всех участников и всех гостей на протяжении этих дней ожидают сюрпризы, поэтому заранее рассказывать не будем, приходите и все увидите сами. На сцену выходят артисты от семи и старших. Каждый занимается в театральной студии или коллективе своего города, каждый хочет показать себя. Да и показывать есть кому. В этом году, как собственный в предыдущей, за процессом наблюдает строгая жюри. Мы посмотрим весь срез того, что происходит у нас в области, в театральной среде. Какие спектакли вы ставите, с каким репертуаром работаете, как работают с вами руководители, каких актерских достижений вы достигаете в своей работе. Это очень интересно. Вынести вердикт и выявить лучших все же придется на закрытии, но это позже, пока он в процессе. Вот коллектив из Красногорска с хулиганским названием «Забияки». Он впервые участвует в конкурсе с постановкой по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Они и вправду весьма задиристые и задорные в хорошем смысле. Яркие образы, не менее эффектное исполнение. Каждый артист старается реалистично передать образ, хотя, несомненно, волнуется перед показом. Ну вот сегодня, какие эмоции вы получите? Ну, вначале, когда я стояла за кулисами и ждала своего выхода, мне очень было страшно, я очень сильно волновалась. А потом, когда уже там подходила моя очередь, мне постепенно становилось все лучше, лучше, как бы я себя чувствовала более увереннее. Я готовилась к выступлению первого номера, то я боялась. После первого номера я поняла, что это не страшно и перестала бояться. Я получила удовольствие от того, что выступил. Покорил и очень развеселил зрителей и жюри исполнитель роли «Волка» Егор Станин. Он настолько харизматично сыграл серого злодея, что не осталось сомнений. Артист достоин внимания. О своем персонаже сам Егор говорит так. Привет! Он смешной, глупый и злой. Закрытие фестиваля «Театральная весна» состоится через несколько дней. Именно тогда все участники узнают, кто же получит главные призы в номинациях. И, конечно, запомнят этот опыт надолго. Возможно, он им еще пригодится. Мы любим «Театральную весну». Лилия Тимеева, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Я не считаю, что он сыграл. Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Ютель». Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Ютель».